Уважаемые друзья, здравствуйте! Второй вариант – посев семенами или выкопка растений с грунта с пересадкой в горшок. В данном случае мы выращиваем различные сорта базилика, как фиолетовыми, так и зелеными листьями, посев семенами. Конечно, базилик также можно использовать после завершения вегетации. Растения, которые росли в поле, их очень хорошенько укорачивать на уровне 15-20 см и аккуратненько пересаживая в горшок, мы можем таким образом увеличить продолжительность вегетационного периода. При выборе сортов базилика необходимо обратить внимание, что они были обыкновенными листьями, потому что они менее требовательны условиям окружающей среды. В этот зимний период просто берем обычный фиолетовый базилик или вот такими обычными листьями, потому что очень много различных сортов с очень крупными кружевными листьями. Чем мощнее листь, мощнее растение, тем больше и требуется вот таких условий освещенности, температуры и так далее. А так, что семенами, что выкопка из грунта, базилики прекрасно растут и самое главное требуется регулярный сбор урожая. Таким образом, чем больше мы будем убирать вот такие молодые побеги, например, боковых побегов использовать, тем больше на растение будет формироваться дополнительные боковые побеги. И таким образом мы как увеличиваем урожай, так и продолжительность поступления вот такого очень ароматного, вкусного или побегов, или листьев. Не стесняйтесь, чем больше будете срывать вот этих боковых побегов, вот здесь вот в каждом разветвлении будут появляться новые побеги и получим вот такие побеги с несколькими листьями. Конечно, прекрасно их добавлять в зимний период. Ну, сейчас мы покажем вам еще какие культуры можно выкопать и высаживать. В принципе, таких культур очень много и пряновкусовых, и зеленых. Самое главное, здесь вот при такой технологии лучше подобрать срок выкопки растений. Это лучше делать, конечно, где-то в середине-конце октября, пока на улице нет холодов, заморозков. Можно очень много культур, повторюсь, и петрушка, и мята, и шавель, и душица, тимян. Можно использовать то, что растет у вас там в грунте. Все зависит от вашего желания, какие вот такие культуры можно выкопать. Конечно, также вот после выкопки вот используем такие пятилитровые горшочки. Вот в данном случае можно мы высадили листовые формы, обычные петрушки и кучерявые формы. Мы видим, при температуре 10-15 градусов, они начинают вот уже дать очень ценный такой полувитаминный продукт, листья. Естественно, вот мята растет у нас. Когда их высаживаем, держим у себя в комнате, регулярно тоже требуется вот таких уже листьев мы убираем. Вот, и естественно, будет появляться постоянно новые-новые листочки. Это касается и петрушки, это касается и мята. Вот они, различные сорта мята, можно использовать, вот постоянно собирать, использовать, конечно, для приготовления чаев, салатов разных и так далее. В принципе, вот для данных культур высокие температуры не требуются, как, например, для перца, для томата, для баклажана. Им достаточно вот 10-15 градусов, но самое главное, естественно, чуть-чуть дополнительное освещение. Вот, также мы вот по мере нарастания убираем, вот, например, шавей, убираем листочки, и будет появляться вот постоянно вот из середины новые-новые листочки. Самое главное, вовремя их убирать. Это касается и душицы, это касается и тимяна, и это касается также и многолетних луков и других зеленых и пряновкусовых культур. Вот, ждем в середине октября, выкапываем, высаживаем, вот я их аккуратненько, не повреждая сильно корневую систему, естественно, и в зависимости от объема горчка. Держим в пониженных температурах, чтобы адаптировались растения, и потом переносим, ставим, вот, температура около 15 градусов, вполне достаточно для данных культур. Кроме всего этого, конечно, есть, мы знаем, что мята у нас размножается черенкованием, мяно-разделением куста, и поэтому они вот постоянно по земле ползут. Можно также сделать ампельную культуру, также прекрасно будет смотреться. Итак, уважаемые друзья, вот мы видим, что при желании можно использовать очень много различных овощных культур, продолжить таким образом вегетационный период. Вот определенные сорта, суперкарликовые, вот такие перцы, как сладкие, так острые, вот это растение, например, выкопанное с грунта, уже высаженное в горшочек объемом 5 литров, вот уже видим, плоды можно использовать в пищу. Естественно, в этом случае тоже необходимо вот эти плоды постоянно регулярно собирать, чтобы на растениях формировались другие, так скажем, бутоны, цветочки, чтобы вот это, потому что культура перец, это ремонтантная культура, если мы соберем плоды регулярно, на них будет постоянно появляться новые бутончики, цветочки и завязи. Что касается, вот условия мы сказали, температура, влажность, освещение, и кроме того, естественно, в связи с тем, что здесь всего лишь 5 литров, и растения растут, листья дают, урожай собираем, требуется также подкормки. Подкормки обычно мы рекомендуем использовать, такие комплексные минеральные удобрения, где кроме макроэлементов также есть микроэлементы. Это можно дать прямо с поливом, также растворять удобрения в воде и в поддон заливать раз в две недели. Это около 15-20 граммов на 10 литров воды, растворяем и поливаем. Лучше, конечно, использовать воду с температурой около комнатной, так скажем, 20-22 градусов тепла. И в связи с тем, что обычно зимний период, конечно, будем использовать воду водопроводную, поэтому лучше эту воду отстаивать в течение суток. Если у вас, естественно, все условия нормальные, в балконе, подоконнике, обычно в этот период мы не встречаем вредителей, их не бывает. Чтобы не появлялись различные пресновые грибы, бактериальные заболевания, необходимо регулировать вот эти факторы температура, влажность и освещение, и, естественно, полив под корень. Если верхняя часть горшка будет сухим, в принципе, тогда здесь у нас не должно появляться. Но если даже в какой-то момент вы заметили, что у вас появляются вот эти моменты, можно использовать, так скажем, марганцовку 1%, можно также растворять в воде, как обычно мы обеззараживаем в весенний период, семена при посеве или сеянцы, и поливать верх корневой системы 1% марганцовкой, также теплой. И таким образом у вас всегда будут вот такие вкусные, полезные, пряновкусовые и зеленые овощные культуры. Не забудьте, пожалуйста, что мы есть в YouTube, Routube, Вконтакте, в Одноклассниках, Яндекс.Дзен, ТикТок, Телеграм. Удачного вам урожая, уважаемые друзья! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!